Ребята всем привет! Новый влог с моей подружкой и с Кариной у нас теперь новый прикол. Всё рассказываешь сразу! Ну ладно, сейчас Карина ищет свой телефон, который упал. Давай штативом моим попробуем его поддеть. Сейчас пупсовки сломаю. Брат, если я могу тебе чем-то помочь, скажи. Сумка упала. Блин, это же моя сумка! Блин, она как будто бы по-другому выглядит, как будто бы она более свежая. Рассказываю последние события. Вчера или позавчера мы с тобой поругались? Ну, не поругались, это громко сказано. Позавчера. У нас с Кариной была такая, не знаю, как это назвать, дискуссия, спор, наверное, что-то в этом роде. Карина доказывала мне одно, что я думаю вот так. Я ей говорю, ты что, я так не думаю, я думаю по-другому. Я ей объясняю, почему я думаю по-другому. Нет, подожди, я сказала, что я думаю, что ты думаешь так, а не что я знаю лучше тебя. Короче, Карина говорит, я думаю, что ты думаешь вот так. Я говорю, нет, брат, я так не думаю, потому что вот это, это, вот это. А я не меняла свои точки зрения. Да, она говорит, я еще больше теперь думаю, что ты думаешь вот так. Я говорю, да нет же. И, в общем, я ей долго объясняла, почему я так не думаю. Мы вам все, конечно, личные секреты и тайны раскрывать не будем, о чем мы там думали, не думали. И Карина меня выбесила, и я ей пишу по-доброму, глупышка моя. И Карина на это обиделась, говорит, что ты говоришь? Нет, тут просто факт был того, что она написала глупышка, я прочитала это так, типа, она сто раз лучше меня, типа, глупышка моя. Я так, с этой же интонацией я и писала, глупышка. Глупышка моя, мне лично показалось, что это было с точки зрения того, что я не знаю каких-то вещей, и я такая, типа, не называй меня глупышка, окей? Глупышка моя. Теперь у нас новый прикол, у нас теперь все глупышки, все глупышка. Подружки и глупышки. Ну и вот, конечно, все это не со зла было, просто я, Карина, говорю, вообще-то ты меня обижаешь, почему это я глупышка? Может быть, ты глупышка? Я говорю, брат, пойми. Угар, хочешь? Я сначала записала, типа, одно и удалила, потому что подумала, что это, типа, слишком жестко. Я такая, глупышка, я же не называю тебя тупой. Ааа, нифига, ну это вообще неприятно. Одно дело глупышка, а другое дело тупой. Да, ну я, типа, хотела просто тебя задеть, потому что ты меня задела, но я такая, типа, думаю, нет. Ты меня начала задевать с самого начала, когда начала думать о том, что я думаю так, как ты думала. Это меня уже задело и унизило. Я думаю, как ты можешь думать, что я так думаю? Это просто ужас. Ну и вот, потом мы вроде как разобрались, я говорю теперь, Карине, ну что, теперь ты понимаешь, что ты думала про меня неправильно. Что, молчишь? Нет, ну я поняла ее точку зрения. Мне кажется, все равно на подсознательном уровне всякое может твориться. Я не говорю. Блин, я на подсознательном уровне уверена, что это не так. Я же тебе сто раз объяснила, почему. Да, да, пойдем. Сегодня нам с Кариной пришлось очень рано встать. Для нас с Кариной это было мега сложно, потому что одна из нас легла в 7.40, там, ближе к 8, другая тоже примерно так. В общем, я не знаю. Но я думаю, что очень поздно мы легли, и Карина мне такая ночью пишет в 7 с чем-то. Твое лицо, когда тебе осталось по 3 часа. Бесплатная парковка, шалом. О, кайф. Ну и вот. И собирались встать в 10, а потом я Карине пишу, давай-ка лучше в 11 мы встанем, потому что мы все равно не выспимся. А для чего мы все это делали, чтобы сегодня не выспаться, встать пораньше? Потому что завтра, даже не верится, сегодня Рождество Христова, а завтра мы снимаем мне клип. Правда, так странно осознавать, что моя песня просто тупо лежит на полочке. Ну нет, не год, полгода. А я никак на нее ничего не сделаю. Но я рада, что, наконец-то, я взяла себя в руки и сделаю это завтра. Вот. И скоро выйдет все это в интернет, и я очень надеюсь, что вам понравится. Во-первых, я даже не знаю, пока что у нас получится, потому что мы еще ничего не сняли, но думаю, это будет все равно прикольно. Так что сейчас мы будем фоткаться, гулять в центре, потом зайдем покушаем, потом поедем к моей бабушке отмечать Рождество, потом поедем ко мне домой подбирать луки для клипа. Интересные факты. У армян Рождество не тот же день, что и у вас, поэтому у нас 6-го. Сегодня седьмое, 6-го, да? Ну вообще считается, что типа Рождество Христово вроде как с 6-го на 7-ое, но как бы отмечают с 7-го, но у армян 6-го. Ну, больше меня знаешь. Итак, ребят, я сейчас в лифте, поднимаюсь к бабушке домой, потому что сегодня праздник, Рождество! Поэтому сейчас я пока к бабушке, придет мама сейчас тоже, посижу с бабушкой, отметим праздник, а потом Карина заберет меня, и мы поедем ко мне домой. Так, ну вот, пришла к бабушке, сейчас мы будем накрывать на стол. Сегодня у нас немного гостей. Ну, со своей родной и со своей близкой. А то мамка прибежит, говорит, у тебя ничего не готово! Как-то мама, я в прошлый раз у меня все в холодильнике было в холодильнике, и она говорит, у тебя еще ничего не готово! Так, говорю, спокойно. Сейчас все будет. С праздником, бабуль! С праздником, моя радость! С праздником, моя красавица! А сегодня праздник-то какой! После Пасхи самый большой праздник! Я вчера хоть и легла в 4 утра, но на службу сегодня как штык. Во сколько ходила? В 10 службы, вот в пятом часу я только легла спать. А чего это так? Ну, потому что служба. А как же, Рождество? Не, я про то, что поздно легла. Ну, ковыркалась, я же вчера пироги пекла, видишь? Видишь, 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 видишь? Вот, вот, вай-вай! И твой любимый, по-моему, старый пакушечка. Я, правда, ионьке, мне кажется, немножко... Ну, попробуем. Да нормально, бабуль, что ты постоянно так это самое? Ну, я каю, я вот так, я каю, я вот так. Вот, кстати, с гусями, видишь, с гусями, с Катей. Да. Это символ семейного очага. Кстати, у бабушки большая коллекция кошек. Ого, нифигасик, как красиво! Такая ты милая, бабуль! Это чешский фарфур, я очень люблю его. Видишь, какие гусики? Нифигасили. У меня подружка была в прошлый раз одну разбила, я поехала, купила. Ну, ладно, с ней, пойдем, там, я бы больше поставлю. Красотища-то какая! Все можно ставить. Значит, Юль, вот это маринованные узенькие, а вот эти соленые. Так, салаты. Я пока положила, так знала, не очень много. Но у меня там есть, если помочь, ну, если что, я отсюда буду накладывать. Холодец сделала. Застыла. Правда, не знаю, и хрен даже сделала сама. А, хрен! Сама терла, так что кто смелый, может попробовать. Я, правда, наугад положила туда сахар и уксус. Вот ты не поверишь, Юля. Встала сегодня, думала, лучше пристрелить ее. Но легла-то поздно, и целая темная нога. Позвоночник осыпается, прям в кровати. Ужас. Думаю, ну, все равно, хоть поползу, такой праздник. Вот оттуда вышла обновленная после службы. Юль, вот как силы в меня вселили. Классно. Да, да. Ой, а в этот праздник пьют? Здрасте, Паша. Перед этим же пост. А сегодня уже отрываются по полной, как на Пасху. Ничего себе. Нормально, я без машины заехала. Вот, ты знала, ты знала. Ну, судя по виду, должны получиться. Снимай, береги, снимай. Угу. Хорошо? Привет. С Рождеством. Сейчас мы пойдем за мной, все не переживай. Саня, с Рождеством. Он расстроился, что братик заболел двоюродной. Ну, не раздавал. Да я не из-за этого. А из-за чего? Не из-за чего. А у меня тебе сюрприз есть. Рождественский пазал. Ты же взял свой планшет, который тебе подарили на Новый год? А ты все думаешь, что тебе только PSP старую подарили. И зайца. И зайца. А ты знаешь, наоборот, все написали в комментариях, как прекрасно, дети не разбалованные. Я тебе бабушка подарила, как они называются, вот эти вот части, до которых телефон с Рождеством. Не знаю, молодежь знает. Я тоже не знаю. Молодежь и бабушка. Я много вижу, да. А мы еще Сашки такие не покупали, но вот бабушка подарила. И планшеты. А мне два планшета. Два планшета подарили. Так что они до конца. Могла бы не рассказывать. Наоборот, все пишут, ой, какой хороший ребенок, какие не разбалованные. Сейчас детям айфоны подавай. Просто много же родственников, много бабушек, дедушек. Вот все дарят. Я очень люблю такого размера сумки. Ты сама знаешь, я с такими хожу. И ты же мне даже парочку тоже классно дарила. Вот. И я обожаю вот эти сумочки, которые можно вот так вот. Да. Вот так вот повесить. Ой, тебе-то как идет вообще. Такая ты шустрая бабуль. Уже успела распечатать и в рамочку поставить. Прикольно. Ко мне не до любви, хоть ты против нее. Ведь ты против нее. Извини, песня еще не вышла. Я ее еще не выучила. Ладно. Если вы не понимаете, что происходит, я, женщина-кошка, пытаюсь открыть коробку. Вивочка, что твоя мать там делает? С ума сходит. Вивочка, помоги. Подари, я еще не видела, но подари. Это серьги с долларами, бич. Слушай, не подходит сюда, под твой клип. Не подходит. Ну да, я же не про бабки пою. Они прикольные, но я не знаю, какой случай должен быть, чтобы ты их надела. Типа в ЦУМ. Я люблю, конечно, я люблю бабки. Впрочее, вот я просто хочу сейчас поглядеть. Мы с Вивой точнее. А меня в счет брать не надо, значит. Браслеты, цепи, Вивена. Ты это видела? Ты сама выбирала или тебе просто... Сама. Это браслет. Он обычный такой, типа как цепи. А это какой-то браслет из камешков. Ну, это колонечный бриллиант. И бижутерия, но для всяких съемок, для тематических. Мы выбираем мне луки для съемок в моем клипе до завтра. Этот костюм, конечно, мне нравится. Мы его вообще досмотрели без ремня. И сейчас мы смотрим по косой этой обувью, но это странно. Суть в том, что я буду на фоне черной циклорамы. Такая, типа... Мне не до любви. Да, мне не до любви, ведь ты против нее. Вот так я буду делать. Что делать с этим? Ремень, да. Бендрик, как и ремнем Гуччи, очень тупо в клипе. Ну, это просто я вообще... Мне, честно, не нравится этот лук. Он, конечно, на тебе очень круто сидит. Я не спорю, но он слишком простой. Он... Нужно... Что-то... Он простой. Что-то нужно, дополнись. Я бы света добавил. Могу в этом луке лежать на этих штуках. На этих кубах. Сочешь, человек? Просто мне нравится. Ну, конечно, тебе нравится. Ты же выбирала. Потому что этот лук показывает мою фигуру. Ты можешь не снимать как глистать? Нет, это моя съемка. Мне не обязательно быть вообще в обуви в этом луке. Я могу быть босиком, просто лежать. И типа вот так вот делать. Сочешь? Ты видела меня? В каком же луке мне дам постоянно быть? Я планирую, что я вся в черном. Женщина-кошка. Какой-то у тебя депрессивный клип получится. Да. Будет очень много черного, но квартира будет светлая. Оно тоже простое. Не надо, не надо. Давай вот это померим для меня, плиз, сначала. Да, я хочу вот это, но... Ладно, давай переодевайся, ребята. И монтаж! Я пошутила, что если первый клип просмотров не наберет, то наберет точно отстойная его версия. Поэтому, если что, Юля наденет это платье и снимет в этом доме клип. Давай небольшую часть. Не дай любви, ведь ты против нее. А в год я не боюсь высоты. И мои ладони растают, словно лед. Мне так все равно, что старше, да ты. У меня большие проблемы с этим платьем. Все случайно забуду опять, ведь я, ведь я... Ну, вот так я буду делать, как певица настоящая. А я вот так, как оператор настоящий. Попеть! А, я забыла. Певица настоящая. Я все равно не жарела, перед завтра я боюсь. А обувь? Обувь? Милочка, я тебя просто обожаю. Я тебя просто очень люблю. После Лютика, конечно. То, что вы видели, я беру, но я не знаю, в чем именно я буду в итоге сниматься, потому что мы поймем это на лошадке. Она еще умерила всякое вне камеры, потому что все снимать это было бы очень скучно. Не надо с ней сграваться. Это если бы мы с тобой вместе жили. Мы хотели, кстати. Когда? Не хотели, а в плане у нас часто разговоры, типа, вот прикинь. Ну да, но мы бы жили вместе, как ты думаешь. Ну, в принципе, если бы у нас была трешка, у каждого, например, своя комната могла бы быть, чтобы один, например, мог открыть себе окно в комнате, а другой закрыть. И если бы мы хотели, мы бы спали вместе, смотрели кино, например, перед сном. А если бы не хотели, то каждый бы в своей комнате спал. Блин, это было бы офигенно. У нас был бы один гардероб на двоих. Вот бы еще размер ноги у нас одинаковый был. А сейчас, типа, уже, ну, другое хочется. Что? С мужем жить? Ну да, с семью заводить, все такое. Да нет, понятно, просто мечты не реализованы. Не хочу сильно заморачиваться, что-то там собирать, придумывать. По образам я, в принципе, и так все придумала. Ну и в любом случае, посмотрите потом обязательно клип, бэкстейдж. И до того, как выйдет клип, я еще буду снимать видосы. На тебе поедем, да? Единственное, что я не уверена, что я потом тебя отвезу. А я, может, раньше уйду. Нет, ну я тебе помогу. Ну, допустим, если ты в девять заканчиваешь, я, может, уйду, типа, в семь. Ого! Нифига ты даешь! Если что, я тебе начало хорошо поснимаю, а потом будет, ну, типа, просто штатив снимать. Блин! Да все нормально будет, снимайте бэкстейдж. Там, я уверена, ты не все захочешь снимать. Типа, ну, не полностью, каждую секунду. Я просто хочу классный бэкстейдж со съемок клипа. Не типа на пять минут или десять минут, а прям классный в формате влога. Да, он такой будет, если ты начинаешь съемку в десять часов утра, то до семи хватит снимать, а потом уже два часа вы можете доработать, если уж что. Я не говорю, что я уеду, я говорю, если мне будет скучно и плохо, я уеду. Вообще, обожать. Я подумала вот о чем. После таких слов надо говорить. Когда мы поедем снимать в студию, которая недалеко от нашего дома, я могла бы довести тебя до твоего дома, чтобы ты взяла свою машину, на которую ты сможешь потом и уехать, и привезти в Макдональд, если что. Нет, потому что там не будет парковки. Ладно. Потому что я уеду на такси, и если я захочу поехать, ну, принести Макдональдс, мы что-то придумаем. На твоей поеду. Ладно, короче, все, пока. Давайте спасибо за просмотр. Всех любим, целым и обнимаем. Ставьте лайки. И всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok